Наверняка вы такое слышали, NVIDIA урезает старые видеокарты в свежих драйверах. Некоторые считают, что драйвер, прилетевший в обновлении Windows, и так работает нормально. Еще для зеленых карт есть специальные студиодрайвера, которые больше подходят для работы. Постоянно выходят новые игры, нам предлагают накатить свежий GeForce Game Ready. Сегодня мы привыкли обновлять драйвера на видеокарту чуть ли не каждый месяц, больше чем любые другие. И если свежие дрова на Bluetooth едва ли что-то изменят, то производительность видеокарты всегда больной вопрос. Сегодня мы с вами разберемся в драйверах. Проведем эксперимент, урезает ли действительно жадная зеленая компания производительность старых видюх, а специальный студиодрайвер NVIDIA ускоряет рабочие задачи. На связи МК, разрушаем мифы о драйверах. Или драйверах. Поехали. Удаленка в IT это, пожалуй, самый комфортный вариант работы. Высокая зарплата, гибкий график, много свободного времени. Но какую профессию выбрать, чтобы не прогадать? Python. Один из самых логичных и простых языков программирования. Его используют в основном веб-разработчики, инженеры ПО, дата-сайентисты и бизнес-аналитики. Спрос на профессию огромный, а действительно хороших специалистов на рынке мало. Онлайн-университет SkyPro приглашает вас на курс Python-разработчик с нуля. Он подходит как для новичков без опыта, так и для тех, кто уже изучил базу программирования. Через 10 месяцев обучения вы получите диплом гособразца профессиональной переподготовки, 5 крутых проектов в портфолио и много практики с реальными кейсами. Благодаря мощной индивидуальной поддержке более 70% учеников успешно заканчивают курс. Самое главное, SkyPro гарантирует в договоре, что уже через 4 месяца после окончания учебы вы найдете работу. За это отвечает Центр карьеры. Опытные карьерные эксперты помогут вам составить сильное резюме и сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию и подобрать перспективные вакансии, а еще обеспечить поддержку во время испытательного срока. Переходите по ссылочке, чтобы получить бесплатную карьерную консультацию и не забудьте промокод мойкомпьютер. Он дарит скидку 20 тысяч рублей на профессию Python-разработчик и все остальные курсы SkyPro. Сразу начну с интересного факта. Драйвер по GTX 750 Ti, вышедшую 10 лет назад, и RTX 4090 одинаков. В этом легко убедиться, скачав их с официального сайта Nvidia. При этом архитектурно между картами пропасть. Как же они могут работать на одном и том же программном обеспечении? Все просто. Абсолютно все GPU, совместимые с Windows, должны поддерживать общие стандарты. Например, для запуска Windows 11 потребуется видеокарта с поддержкой WDDM 2.0 и DirectX 12. Страшное сокращение WDDM переводится как модель драйвера дисплея Windows. Она появилась еще во времена Vista. Microsoft уже тогда задумывалась над тем, что все разрозненные производители видеокарт должны прийти к одной драйверной архитектуре. Это упростит жизнь и самой компании, и облегчит труд создателям игр. Еще проще с DirectX. Это набор библиотек, который позволяет софту правильно работать с драйвером видеокарты. Это опять же часть унификации графических технологий, чтобы разработчики игр и софта не занимались оптимизацией своих проектов под несколько API. Как это было в 90-х с тем же 3dfx Glide. В нулевые Windows уже имела лидирующие позиции на рынке десктопных систем, и разработчикам видеокарт пришлось подчиниться и оптимизировать свои решения под WDDM и DirectX. Благодаря унификации даже Qualcomm оптимизирует свои мобильные GPU Adreno, что позволяет на ARM процессорах Windows без проблем запускать игры. Хотя там, разумеется, идет упор в низкую производительность интегрированной графики. Поэтому все современные видеокарты, что Nvidia, что AMD и даже Intel, опираются на один и тот же драйвер. Да, разумеется, от поколения к поколению может отличаться полнота поддержки различных версий DirectX или WDDM, но в целом база одна. А раз базис общий, то и дальше при разработке графического драйвера нет смысла уходить от унификации. Фактически, современный драйвер видеокарты — это компилятор. Только он работает не с кодом на C или Python, как привыкли программисты, а с кодом графических API, таких как DirectX или Vulkan. И этот компилятор снова общий для всех поколений видеокарт, поддерживаемых одним драйвером. Именно поэтому его оптимизация ускоряет все поддерживаемые видеокарты разом. Например, так случилось с выходом 522-го драйвера, в котором обещали серьезный прирост производительности для RTX 30 и 40. Но тогда даже четырехлетние на тот момент RTX 20 получили неплохой буст нередко в 10% производительности. Как еще можно повысить производительность видеокарт за счет ПО? GTX 700 и RTX 40, хоть и имеют общий драйвер, но сильно отличаются по возможностям. Поэтому в каком-то месте должно быть серьезное различие в коде. Место это называется бэкэнд, в глубокой части, скрытое от обычного пользователя и даже разработчиков игр. Эта часть драйвера называется ИСА, или архитектурный набор инструкций. И вот он уже сильно отличается от поколения к поколению. Хороший пример для сравнения это процессоры. Современные камни могут поддерживать набор инструкций AVX 512, который здорово ускоряет задачи с длинными командами, тогда как решения пятилетней давности довольствуются только AVX 2. Да, разумеется, и на тех, и на тех без проблем работает Windows и весь софт, но первые будут лучше справляться, например, с эмуляторами старых консолей. С видеокартами аналогично. Каждое новое поколение GPU обладает поддержкой новых инструкций, или более быстро работает со старыми, что и обеспечивает тот самый архитектурный прогресс. Здесь и кроется еще одна возможность по оптимизации. ИСа-часть драйвера только что выпущенных видеокарт может быть сырой, и последующая оптимизация позволяет прибавить с десяток процентов производительности. Владельцы AMD RX не дадут соврать. При этом более старые карты свой буст уже получили, и именно поэтому возникает ситуация, когда различия между GPU двух поколений растут со временем. Так что да, дело тут не в лене разработчиков-драйверов, которые бросают старые карты. Просто пока они были новыми, их изо всех сил старались оптимизировать. А улучшать производительность вечно не получается. Ну и последняя часть драйверов, с которой очень хорошо знакомы владельцы видеокарт в слай, это файлы конфигурации под конкретные игры и софт. В случае с зелеными картами, их можно посмотреть через утилиту Nvidia Inspector. И да, когда в релизе драйвера пишут о повышении производительности в конкретной игре на пару процентов, скорее всего создатели драйвера вместе с разработчиками игры подшаманили над конфигом. Там есть множество опций постобработки, сглаживания и фильтрации текстур. Редактирование этих файлов доступно и обычным пользователям, что и позволяет, например, добавить поддержку слай в игры, которые изначально не умели работать с несколькими GPU. Теперь соберем все в кучу. В графическом драйвере есть низкоуровневая ISO-часть, которая напрямую взаимодействует с GPU и позволяет провести оптимизации под конкретную архитектуру видеокарты. Выше уровнем находится API-компилятор, который преобразует человеческий код программ в машинный. Он общий для всех видеокарт, поддерживаемых драйвером, поэтому его оптимизация бустит все GPU. Ну и под конец самый высокий, доступный всем уровень файлы конфигурации, который позволяет провести окончательную полировку драйвера под конкретную игру. Вот теперь можем перейти к мифам и фактам о драйверах. В интернете часто встречается слух, что Nvidia урезает производительность старых карточек путем обновления ПО. И в теории, как мы разобрались, редактированием глубокой ISO-части драйвера действительно можно ухудшить конкретные линейки GPU, не трогая все остальные. Может ли студиодрайвер быть лучше геймреди? Да. Причем сразу в двух местах. Можно иначе оптимизировать компилятор, чтобы он быстрее работал с вычислительными задачами, и иначе писать конфигурационные файлы под конкретные программы. Но это все теория. Теперь давайте приступим к практике. Все будем тестировать на RTX 3080 Ti. Линейка Ампер попала в самое пекло второго бума майнинга, из-за чего сейчас цены этой линейки на БУ рынке мешают Nvidia продавать свежак 40-й серии, где добрая половина GPU вызывает только немой вопрос, куда подевался прогресс. Получается, у Nvidia есть мотив программно урезать старые RTX 3000. Давайте это проверим. Возьмем самый первый драйвер под эту карту. GameReady 466.77. Он вышел в июне 2021 года. И сравним с последним на момент записи ролика драйвером 546.17. А заодно накатим последний студиодрайвер 546.01. И проверим громкие слова о том, что он улучшает производительность обычных карт GeForce в рабочих задачах. Помогать видеокарте будет шестиядерный Ryzen 5 7600X, 32 гигабайта быстрой DDR5 памяти на частоте 7200 МГц. Игры будут запускаться в 2К разрешении, разумеется, с упором в видеокарту. Nvidia говорит так. Видеокарта RTX в сочетании с нашим эксклюзивным драйвером Studio обеспечивает высокий уровень производительности и возможностей для самых требовательных графических приложений, включая обработку 3D, фото и видео. Начнем с первого. Компания проводит сравнение в программе для рендеринга Blender. Что ж, возьмем тестовую сцену, включим только ускорение Optics на видеокарте. Проверим, насколько студиодрайвер хорош. Специально оптимизированный софт сэкономил нам целых 2 секунды. И это при том, что общее время расчета сцены минутой 20 секунд. Это просто погрешность. Самый первый драйвер под 3080 Ti ожидаемо отстал, но опять же минимально. На долю секунды. Так что, по крайней мере, в Blender толку ни от новых, ни от студиодрайверов нет. Ладно, нам обещают ускоренную обработку видео в премьер на студиодрайверах. Проверим это на нашем тестовом 3-х минутном 4К ролике со сложными эффектами. И снова между всеми тремя драйверами разница на уровне погрешности. Получается, и в обработке видео Nvidia нас обманула. И в целом, да. Нужно не забывать, что разработчики массового софта отлично понимают, что далеко не все пользователи вообще знают о том, что есть какой-то там студиодрайвер. И поэтому стараются максимально хорошо адаптировать свои проекты под обычные геймреди. А с учетом того, что обработкой видео и рендерингом на видеокартах занимаются испокон веков, и многие зарабатывают на этом огромные деньги, код тут явно уже идеально вылезан. И выжать лишние проценты путем оптимизации крайне сложно. Так что, если вы работаете в премьере, фотошопе, майне, блендере или другом известном софте от именитых разработчиков, нет никакого смысла играться с драйверами. Это ничего вам не даст. Возможно, студиодрайвер действительно где-то работает быстрее, но это, скорее всего, узкоспециализированные программы, где разработчики сами не осилили оптимизацию под зеленые карты, и поэтому там студиодрайвер действительно даст какой-то буст. Перед играми давайте проверим синтетику. Тест 3DMark Time Spy. Тут снова практический паритет. Все три драйвера отличаются от силы на пару процентов. 3DMark это тоже максимально вылезанный тест, берущий свое начало из 90-х, поэтому добиться в нем дополнительной оптимизации крайне сложно, что мы и видим. В игрушках начнем с советского киберпанка под японскую озвучку. Не знаю почему, но моя версия Atomic Heart сначала запустилась на украинском, а при смене языка на русский все заговорили на языке якудзы. Игра известна своей отличной оптимизацией под старые карты, поэтому она даже не ругнулась на старый драйвер, но вот с производительностью на старом ПО заметно хуже. Меньше 100 FPS, тогда как новый GameReady и студия выдали выше 130. Да, вы все верно поняли, оптимизация драйверов докинула аж 30%. При этом студия показывает себя на том же уровне, что и игровой. Получается, как минимум в атомном сердце магическая оптимизация под рабочий софт никак не влияет на игровую производительность. На очереди тропический шутер Far Cry 6. Пострелять из самодельных пушек в кубообразной стране можно на любом из трех драйверов. Единственное на старом, лаунчер Ubisoft все-таки рекомендует его обновить. И не зря. На самом первом драйвере под 3080 Ti производительность будет почти на 10% ниже. Пока что выводы все те же. Nvidia неплохо бустанула драйвер за два года, а студия драйвер вполне себе игровой. Красивая фестивальная гонка Forza Horizon 5 прямо на старте ругнулась на старый драйвер. Но игра при этом запустилась и бенчмарк прошел без артефактов. При этом на новых драйверах производительность выше на внушительные 20%. Вот так Nvidia не занимается оптимизацией. Никакой серьезной разницы между студией и геймреди нет. Низкооцененный геймерами Forza Pokken интересен тем, что эта игра имеет бенчмарк и требует при этом свежей дайвера. DirectX 12.1, из-за чего она не запускается на народных AMD RX 400 и 500. Игра, конечно, предупредила, что пора бы обновить драйвер, но никаких артефактов при этом не было. Только производительность на свежих драйверах на 10% выше. И да, снова студия оказывается на уровне геймреди. Тенденция уже намечается. Еще один кривой релиз, который долго допиливали после старта, игра про будущее победившего Скайнета. Horizon Zero Dawn. Порты на ПК у Sony редко, Dawn получаются идеально вылизанными. И тут уже даже старый драйвер работает хорошо. Да, отставание от свежих геймреди и студия есть, но лишь на несколько процентов. При этом опять, серьезной разницы между свежими рабочими и игровыми драйверами нет. Давно мы не тестировали стратегии. Проверим, как поживает шестая цивилизация. И вновь ситуация повторяется. Да, среднее время кадра на старом драйвере слегка выше, чем на новых, но разница вновь меньше 10%. Ни артефактов, ни багов, и какой-то разницы между студию и геймреди нет. И первые станут последними. Проверим симулятор жизни 2077. Это единственная игра на тесте, которая действительно смогла неприятно удивить. Хотя она вышла в 2020 году, за полгода до релиза 3080 Ti, на первом драйвере под эту карту полностью обновленный Cyberpunk просто не стартует, выдавая ошибку. Поэтому проверить наличие или отсутствие прироста в этой игре не получится. Зато вновь мы видим паритет между игровым и рабочим драйвером. Не обращайте внимания на то, что игра выводит одинаковую версию. Судя по всему, поляки решили, что можно не высвечивать студию. Тесты в играх однозначно показали, Nvidia не занимается урезанием производительности старых карточек. Нет никакого смысла использовать древний драйвер. Будет и низкий FPS, часть проектов вообще не запустится. Зеленые выкладывают на своем сайте абсолютно все драйверы под карточки, даже из 90-х. Поэтому любой желающий может скачать любой драйвер и проверить, как они работают. Если бы Nvidia мухлевала, это скорее всего быстро вскрылось. Поэтому для игр можете смело ставить последний драйвер GameReady и все будет хорошо. А вот Studio Driver очень сомнительная штука, больше похожая на маркетинг. В рабочих задачах пользы от него я не увидел, а в играх то же самое, что и GameReady. Поэтому если вы не используете какой-то редкий софт, ставьте последний игровой драйвер даже для работы. Они чаще обновляются. Надеюсь, вопрос с драйверами закрыт. Остался только один. Драйверы или драйвера? На связи был МК. Читайте нас в ВК и Телеграм. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok